Простыми словами Эта идея, в принципе, провести такой вот, не могу сказать, что это ликбез, маленькую лекцию на эту тему, пришла из-за того, что летом, когда я говорила о том, что я занимаюсь контент-маркетингом как практик, мне собеседник спросил, а это вообще законно? И я думаю, ну, в принципе, законно, конечно. А потом до меня дошло, что человек просто путает понятия контент-маркетинг и нативная реклама. И здесь надо сказать, что контент-маркетинг – это стратегия, когда компания создает собственный медийный ресурс, наполняет его текстами, наполняет различной информацией, показывает себя как эксперта в какой-то области и тем самым завоевывает определенную репутацию. То есть говорит, что вот я эксперт на рынке, я большой бренд, и люди к нему тянутся. То есть на основе своего там сайта, ресурса, корпоративного любого другого СМИ, компания создает такое, может быть, даже сообщество потребителей, сообщества людей, аудитории, и уже между вот этими аудиториями постепенно налаживает коммуникацию. А когда мы говорим о нативной рекламе, то здесь немножко все по-другому происходит. То нативная реклама – это вид рекламы, когда ее пишут журналисты, когда компания заказывает журналистам определенный контент, который сделан таким образом, что его практически не отличить от вида самого журналистского контента. То есть вот так вот контент как бы мимикрирует. Знаете, как в биологии у нас есть палочник, который похож очень на палочку, и если его так приблизить, то непонятно, это насекомое или, в принципе, палка. Вот так и, в принципе, текст. Если возьмешь кусок текста нативной рекламы и прочитаешь его без привязки к какому-то, наверное, бренду, то увидишь, что, в принципе, нет разницы между тем форматом журналистского материала, который обычно опубликуется в этом конкретном СМИ, и, собственно, тем вот нативной рекламой, которую мы только что прочитали. Когда-то я, вот, несколько месяцев назад я провела такое маленькое исследование. У меня студенты прочитали нативные материалы, ну, в рамках другого совершенно задания, в рамках курса, посвященного форматам. И, в принципе, мы все с ними обсуждали не форму нативной рекламы, да, а, в принципе, форматы в онлайн-СМИ. И потом, когда мы все обсудили, там было 20 материалов, все обсудили, и оказалось, что, в принципе, никто из студентов не назвал количество тех материалов рекламных, нативных, которые они прочитали. То есть их было, нативных материалов было 7, но студенты ошибались, говорили, там, кто-то вспомнил 5 из них, кто-то вспомнил 8 из них. То есть нативная реклама так встраивается в контент, что по прошествии времени непонятно, в принципе, что мы прочитали. Мы прочитали, собственно, журналистский материал или рекламный материал. И поэтому, естественно, у читателя возникает вопрос, а вообще это законно? Мы в 90-е годы, когда изучали, то есть, когда перестраивали журналистику с командного на рыночные рельсы, столкнулись с таким понятием, как джинса. Я думаю, что, да, вы знаете. Кстати, есть достаточно интересное мнение, то есть почему именно слово «джинса». Джинса – это те материалы, которые посвящены брендам, встраиваются на странице газеты, но там нет пометки на правах рекламы. Вот почему джинса. Потому что в 90-е годы форсовщики выдавали, там, в общем, одни джинсы, то есть джинсы, шитые там в других местах за фирменные. Ну, так и здесь, да, то есть у нас берётся материал какой-то коммерческий, и он выдаётся за журналистский. Но какое отличие джинсы от современной нативной рекламы? У нас есть джинсы – это такое грубое, грубая подделка под журналистский материал. Он обычно пишется, ну, можно сказать, с пренебрежением. Обычно пишется, кстати, часто, собственно, самим рекламщикам, пиар-специалистами. Вот, и, в принципе, она вот такая вот, ну, очень топорно смотрится. То есть вот когда мы видим какой-то текст, посвящённый бренду, ну, джинса осталась, например, в глянцевых журналах, то есть мы видим текст, посвящённый бренду, но не видим на правах рекламы, да, это джинса. Здесь же нативная реклама, как она работает? Материал сделан журналистами, сделан очень качественно, и, в принципе, читатели, прочитывая материал, не остаются вот в недоумении. А что это было? Зачем мы прочитали, потратили своё время, там, 5-7 минут, они обычно нативные материалы, большие, длинные, на вот этот вот, в общем, на этот продукт. И когда мы берём нативный материал, мы всегда видим наверху или внизу самого материала информацию, что это всё-таки реклама. Как она обычно помещается? Цена обычно помещается как спонсорский контент, партнёрский материал. Обычно, то есть редко очень идёт там на правах рекламы, это можно там в РБК встретить. Какие ещё особенности нативной рекламы? Это очень высокая цена. То есть в современных онлайн-СМИ нативная реклама может достигать 800 тысяч рублей за материал. То есть предполагается, что там идёт определённая разработка. Разработка может быть в виде инфотеймента, то есть игровой журналистики. Например, вот опять же, если говорить про формы, про форматы наиболее популярной нативной рекламы, то бренды стараются сделать материал таким образом, чтобы читатель, естественно, дочитал до конца. Потому что обычно в самом конце идёт приписка, да, потому что этот материал заказан, собственно, брендом, и этот материал оформлен, да, благодаря деньгам определённого бренда. Иногда в конце материала предполагается какая-нибудь скидка или ваучер-сертификат на покупку или на, там, первые бонусные дни пользования определённым сервисом. И когда, собственно, журналисты делают вот этот вот большой материал, конечно, здесь идёт оглядка на заказчика. И здесь вот первый, да, момент, я начала всё это говорить с вопроса, это законно или нет. С точки зрения закона это законно, потому что, в отличие от жанцы, нативная реклама имеет приписку, спонсорский контент, партнёрский материал, редко на правах рекламы, которая позволяет вписаться в рамках, в рамки нашего закона о рекламе и, собственно, СМИ остаться в рамках этого закона, работать по нормам Российской Федерации. Однако, если мы посмотрим, да, на этический кодекс журналиста, то здесь идёт уже определённая проблема, которая связана с тем, что в этическом кодексе журналиста говорится, что журналист не должен публиковать рекламу, и журналист не должен участвовать в написаниях рекламных материалов. И получается, вот, палка о двух концах, да, с одной стороны, СМИ заинтересованы в нативной рекламе, а почему это, да, потому что нативная реклама даёт деньги, я уже сказала, что нативная реклама стоит достаточно крупную сумму, это дороже, чем обычная баннерная реклама, естественно, дороже, чем разместить контент и дороже всяких грантов, которые, да, СМИ может получить. Однако, журналисты по этическим нормам не имеют право делать эти материалы. На самом деле, вот, если мы смотрим региональную журналистику, то наши журналисты с этим сталкиваются, вот, с этим, с этой проблемой сталкиваются постоянно, потому что зарплаты журналистов региональных маленькие, и когда речь, извините, идёт о выживании, приходится крутиться, как получится, и в том числе делать нативные материалы. С другой стороны, в принципе, да, законодательство Российской Федерации не запрещает создавать журналистам рекламные материалы, и сейчас, да, мы можем там увидеть, если мы посмотрим не просто на интернет-ресурсы, а посмотрим на различные инстаграммы наших журналистов, мы увидим, например, у Парфёнова рекламу, у Пивоварова рекламу и так далее. Это тоже журналисты. Могут ли они размещать рекламу? Ну, каждый крутится, как может, и поэтому здесь рассматривать вот с точки зрения закона, это законно, да, но с точки зрения этики здесь уже рассматривать стоит на уровне самого журналиста и его представления о продукте. С другой стороны, многие СМИ, когда размещают нативную рекламу, считают, что они провели определенный такой экспертный анализ самого бренда, и они гарантируют, размещая рекламу, ну, определенное качество. Ну, так, например, говорит Медуза, когда она делает нативную рекламу. То есть, в принципе, если мы говорим об истории и вообще развития этой формы рекламы, Медуза была первая на российском рынке, которая активно пиарила этот формат. То есть впервые, да, нативная реклама, может быть, можем говорить о том, что появилось в деловых СМИ, но при этом вот первые, кто стали пиарить формат и именно нативной рекламе формата инфотеймент, формате развлечения, это была эта редакция. И если рассматривать Медузу, то Медуза здесь из этического кодекса вышла очень интересным образом. Они создали отдельное подразделение, в котором были, можно сказать, бывшие журналисты, собственно, работающие над определенным, до этого работающие в этом же СМИ и имеющие, естественно, навык писать не как это делает пресс-служба, а как это делают журналисты под, ну, то есть вот, аудиторию определенную, под интересы аудитории. То есть фактически это не журналисты, но они работают в издании, они работают в отдельном отделе. Если рассматривать вообще форматы нативной рекламы, то здесь можно выявить, в принципе, наверное, форматов пять. Давайте вот сейчас я быстро перечислю. То есть это материалы аналитические, когда идет обзор продукта, когда идет обзор определенного сервиса, или обзор видов оказания услуг. Например, в СМИ сейчас популярны материалы на медицинскую тематику, связанные с реабилитацией после коронавируса и после болезней. Это, собственно, аналитические материалы. Второй тип материалов — это тесты и прочие игры. Ну, здесь мы можем, да, говорить об вообще, в принципе, такой инфотейменте. То есть здесь основная задача, основная задача этих материалов — именно развлечь читателей и сделать таким образом, чтобы читатель, находясь в положительном расположении духа, не задумался о том, что он, в принципе, читает, собственно, рекламный материал. Во время теста обычно вписываются вопросы таким образом, чтобы компания, естественно, была в выигрышном свете. То есть если у нас тест посвящен какому-то компании, которая занимается общепитом, то, конечно, будет тест про еду и про, например, качество продукции, которая предлагается нашим потребителям в ресторане или в кафе. Затем, да, если мы дальше пройдемся по типам нативной рекламы, то интересный тип, который, в принципе, можно сказать, пришел из телевидения и еще зародился раньше, чем, собственно, нативная реклама в онлайн-СМИ — это нативная видеореклама. То есть когда внутри ролика мы вставляем информацию о каком-то спонсорском предложении, причем эта информация таким образом вклинена в ролик, что наш, собственно, зритель и не всегда понимает, что речь идет о рекламе. Ну, конечно, если вот вы понимаете, то есть поняли, к чему я клоню, то есть это все пришло из телевидения, из такого понятия, как product placement. То есть когда мы видим, например, в сериале рекламу какого-нибудь сока, который стоит на столе, в смысле мы не видим рекламу, мы видим сок, и это является рекламой. Но при этом, собственно, зритель просто наблюдает банку определенного напитка на столе. Далее, еще из интересных форм нативной рекламы — это аудиореклама. также сейчас популярны, например, форматы подкаста, форматы различных таких вот радиопостановок, которые можно послушать в интернете. И здесь также, то есть на какие средства, собственно, живут подкастеры, вот на такие. Также к ним обращаются определенные бренды, которые предлагают популярным ведущим, ну, я здесь могу сказать радиоведущим, да, популярным подкастерам записать именно подкаст на тему этого бренда и ненавязчиво его прорекламировать. В этом случае, когда мы говорим о, вот, ну, то есть когда рассматриваем вот такие формы нативной рекламы, здесь это уже близко к тому понятию, как я говорила, джинса, когда, потому что часто, ну, подкастеры — это не журналисты, у них нет определенных, да, представлений о, там, этическом бодексе журналисты и так далее, то есть они, им заплатили деньги, многие предполагают, что они должны деньги отработать, это нормально, вот, поэтому они могут достаточно так просто рекламировать то это или иной бренд без оглядки на определенное, там, экспертное мнение, да, без оглядки на анализ и собственную позицию по этому, по этому бренду. Вот, и еще, да, один тип нативной рекламы, ну, здесь я уже немножко говорила, это нативная реклама в глянцевых журналах, когда мы рассматриваем, собственно, материалы журналистов, которые, ну, часто, это часто вид нативной рекламы встречается в туристических глянцевых журналах, когда рассматриваем материалы журналистов, которые съездили по определенной, там, путевке, оплаченной спонсором, они описывают страну, да, то есть это идет такой путевой очерк классический, но при этом указано, что в конце материала указано, что, там, журналист благодарит за поездку и за, там, оказанные услуги определенную компанию, вот, называется эта компания, и чаще всего дается, там, может быть, даже промокод или, ну, определенный, вот, слоган этой компании, который призывает потребителей, собственно, обратиться к услугам и, не мешкая, поехать в эту страну. Если мы говорим о темной рекламе, вот так вот в вакууме, то можно сказать, что она похожа на контент-маркетинг, на ту сферу, чем я занимаюсь. То есть, однако, да, это не совсем так. Смотрите, главное отличие нативной рекламы от контент-маркетинга тем, что нативная реклама обычно опубликуется на сторонних площадках. Когда мы занимаемся контент-маркетингом, мы, по сути, ведем корпоративные СМИ, да, по сути, мы занимаемся бренд-журналистикой, которая просто перекочевала в, ну, благодаря определенным процессам, да, конвергенции и роли цифры в обществе, перекочевала из бумажного формата в такой онлайн-формат. И при этом немножко, да, трансформировала представление о бренде, да, трансформировала представление о бренде-аудитории. Нативная реклама, она публикуется на страницах вне нашего сайта, вне, собственно, того места, да, где собираются потребители этого бренда. И если мы рассматриваем вот нативную рекламу в комплексе определенной, да, вот стратегии взаимодействия с бренда, то она может, да, рассматриваться как часть контент-маркетинга. Ну, она является такой вот, ну, можно сказать, мизерной частью и не всегда подходит. Она не подходит в тех формах взаимодействия с потребителями, когда мы говорим о чем-то простом, о достаточно простых товарах. И также нативная реклама не подходит, когда у нас есть уже достаточно большая группа потребителей, то есть мы уже такая большая компания, и наша задача сформировать лояльность. Нативной рекламой лояльность не сформируешь, к сожалению, потому что она затрагивает ту аудиторию, которая только-только знакомится с продуктом и только-только получает какую-то информацию о той нише, да, в которой наш продукт функционирует. И напоследок, какие, собственно, цели мы ставим, если мы заказываем нативную рекламу на сторонних площадках медиа. То есть нужно ли, в принципе, компании обращать внимание на этот формат рекламы или все-таки обойтись без него, потому что он, в принципе, дорогой, он является, конечно, одним из, по мнению некоторых компаний, перспективным, но он стоит дорого. Здесь все зависит от цели, которую преследует компания, и от, собственно, ее аудитории. Да, если компания только-только формируется на рынке, то в этом случае необходимо использовать определенные инструменты для того, чтобы аудитория узнавала ее. И здесь, да, можно, конечно, сделать определенный экспертный корпоративный сайт, использовать социальные сети и обойтись без нативной рекламы и, собственно, выехать на этом. Но если компания планирует вот такой вот быстрый рывок на рынок, то в этом случае нативка, как это я еще называю, необходима. Если же фирма имеет лояльную аудиторию, имеет определенных клиентов, которые могут за нее поручиться, имеет достаточно хорошее ядро, то в этом случае лучше всего с точки зрения стратегии использовать корпоративный сайт, использовать сообщество, которое внутри этого корпоративного сайта формируется, сообщество лояльных потребителей, которые, собственно, делают так называемый пользовательский контент. То есть контент, которым они рассказывают о том, как они пользуются, там, сервисом, продуктом и так далее, и почему они выбрали именно эту компанию. В принципе, эти моменты на факультете журналистики не рассказываются, не освещаются подробно, потому что, да, так вот складывается, что журналисты не... Ну, считается, что журналисты не будут заниматься рекламой. Но жизнь такая штука странная, поэтому очень много журналистов с нашего факультета потом идут именно в контент-маркетинг, в рекламу, в пиар, то есть работают на брендах компаний. Поэтому понятие о том, что это такое, да, в каких случаях это используется, я считаю, важно знать. На этом всё. Спасибо за то, что вы меня прослушали, кто дослушал до конца. До свидания.